Привет, братцы! Это программа «Чайные зануда» на телеканале «Точка отрыва». Как у каждого приличного человека, у меня, конечно же, есть библиотека, и в ней обязательно присутствуют книги по китайской философии. Как их правильно читать и чем эти книги могут быть полезны в жизни современного человека, мы сегодня узнаем с помощью моего близкого друга Андрея Цукерберга и Сифу Бронислава Виногродского. Досмотрите до конца, не пожалеете! В этот раз мы завариваем чай у Ишанского заповедника «Жоу Гуй». Шифу, ознакомьтесь, прошу вас. Какое страшное название у чая. Я бы насторожился. «Жоу Гуй» и «Гоу Жуй» – это разные чаи. Точно? Да, да, да. А, ну, хорош. Ну, пахнет. Да, это, конечно, из заповедника от Морняка. Ну, давай. Ну, давайте. Я сначала, дорогие зрители, расскажу маленькую предысторию. У меня дома достаточно большая библиотека. И в какой-то момент, я знаю, где какая книжечка на полочке у меня стоит, я зашел домой и понял, что кто-то был в библиотеке без меня. Одной книги не было на месте. В тот же день я выяснил, кто это сделал. И самые ценные книги я сразу перенес в комнату, где хранится моя коллекция холодного оружия. То есть эта комната закрывается. Среди этих книг есть ряд книг, которые мне подарил наш сегодняшний гость. Они были изданы специально для меня. Я их очень ценю. Это книги по традиционной китайской философии. Очень глубокие, очень пронзительные, поучительные книги. И исходя из этого, у меня вопрос. Сегодня вот чем подобные книги могут нам помогать? Вот там обычно мы европейцы, да? Мы вот нас смотрят зрители, вот наша аудитория, это в основном люди, военнослужащие, молодые ребята, спортсмены, очень активные мужчины, девушки активные, которые ведут очень активный образ жизни, там, стреляют, перемещаются по горам, занимаются экстремальным спортом, тянутся, качают железо. Какая нам польза от этих книг китайских? Как их читать? Нужны они? Не нужны они? Я, лично, для меня польза огромная. Но вот мне хотелось, чтобы Шифу объяснил, как их правильно читать. Мне самому будет интересно, и нужно ли это вообще, чем... Или их просто на полочку поставили, вот гордишься, что у тебя красивое издание. Китайские книги учат думать. А это неважно, собственно говоря, что бы ты ни делал, нужно уметь правильно думать. Китайские книги, они направлены в думающее сознание, и они заставляют тебя думать. Поэтому читать эти книги, они не для чтения, это не роман детективный, который это раз и проглотил. Ты можешь прочитать одну фразу и, собственно, размышлять над ней потом целый день. Ты можешь прочитать отрывок небольшой, несколько фраз. Ты можешь открыть, есть такие книги, которые можно открыть на любом месте. И в конце концов у тебя сложится картинка, потому что при этом китайские книги, они целостные. Но они при этом многомерные, много планов. И это удивительным образом есть, например, трактат Лао Цзи, Дао Дэцзин, книга об истинной силе, которую я переписал от руки не один раз. Я ее перевел не один раз. И каждый раз, когда я начинаю заново редактировать, я ее начинаю переводить заново, и вдруг я понимаю, что вот этого я раньше не читал. Я сам, который делаю эти переводы. Потому что она открывается слоями. Она открывается слоями, она открывается в зависимости от твоего опыта. И состояния. И углубление изучения языка. Ну, и это тоже, собственно говоря. Но просто ты что-то новое видишь по жизни. Ты же куда-то движешься. И самое главное, что ты здесь можешь вообще узнать в этой жизни, ты можешь узнать что-то новое о самом себе. Собственно говоря, о самом себе ты можешь узнать, что ты не так хорош, каким ты себе казался. Вот это, собственно говоря, самая большая новость постоянная. И только это позволяет тебе осмотреть на себя, внимательно видеть. И для этого все вот эти самые китайские книги и существуют. У меня практический вопрос. Ну и зачем оно мне? Вот зритель сидит и смотрит, вот какая мне польза вот от этой. Вот какую книжечку первую бы рекомендовали купить? И вот зачем? Мне кажется, что, конечно, первая книжка, которая нужна, это искусство войны, Суньзе, перевод Суньзе. Ну для воинов это актуально. То есть у нас нас смотрят много ребят, которые практикуют. То есть такая книжечка, я думаю, нашей аудитории зайдет прекрасно. Она как раз, она учит тебя думать. Полководец высшего уровня разрушает замыслы противника. Замыслы противника. Он не воюет, он не рвется в бой. Полководец высшего уровня сначала побеждает у себя в голове, а потом выходит на поле боя. Полководец следующего за ним уровня разрушает связи противника, союзы его рушат. Вокруг него ситуацию подводит. Полководец следующего уровня атакует города и крепости, рвет на пролом, собственно говоря. Вот эта тема, потому что, конечно, с одной стороны нужно побеждать. У меня есть такой одичневный знакомый, хороший такой. Он там служил в каких-то структурах разных и так далее. И он говорит, слушай, Бронислав, он говорит, вот напиши, вот перепиши вот эту книгу искусства Ины Суньзы, как технологию победы над собой. Он говорит, я вот никак не могу меньше есть начать. Вот как мы с этим справимся, понимаешь, какая штука? Кстати, очень сложный вопрос. Я знаю, я сам не могу начать меньше жрать. Но вот эта вот история работает. Когда ты начинаешь эти законы искусства войны с противником, когда ты понимаешь, есть так называемые 22, значит, буддийские истины, и первая истина из них гласит, «Жэнь шэнь цуэта дэ жэнь шэй дзэй дзи». В человеческой жизни самый большой враг – это ты сам. В человеческой жизни, в следующей истины, самое большое богатство, самое большое богатство – это твое здоровье. В человеческой жизни самое большое благо – это умение прощать. И вот это вот такие вещи, над которыми ты думаешь, потому что над которыми ты думаешь, а, собственно говоря, вот эти китайские книги, да, они именно об этом все. Вот, собственно, вот «Искусство войны» – это такой текст, который там 13 глав же в «Искусстве войны», собственно говоря, их можно читать и перечитывать, читать и перечитывать, и ты будешь все время обнаруживать совершенно новые конфигурации обстоятельств и возможности применения этих истин. И смыслы совершенно. Совершенно верно, да, смыслы будут появляться совершенно новые во всем этом. А следующую книгу как? Следующую книгу я бы посоветовал читать «Лао Цзи». Есть такой, значит, «Лао Цзи» в моем переводе с моими комментариями. Там очень много большие подробные комментарии. Я их обычно различаю не вот так, а по цвету. Она красная, «Лао Цзи» – красная, значит, «Искусство войны». Она сейчас такая золотистая, а эта красная. «Лао Цзи» – она та же самая, она о тех же законах. Она, кстати, про войну тоже говорит. Она говорит о том, что настоящий воин никогда не агрессивен. Я лучше сначала отступлю на один метр, чтобы потом продвинуться на один сантиметр. Вот это вот тема и китайское выражение, оно же, что и тхуевы, и дзинь, через отступление наступает, будет способен, поддаваясь, побеждать. Будет способен… Задушить в объеке. Да, 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 это такая тема, да, вот эта абсолютная тема, которая тебя в каком-то моменте, ну, мы же все сначала там у нас вот этой энергии, вот это вот хочется что-то колотить, рваться вперед, да, а вот следующий уровень, когда ты понимаешь, хотя, может, у тебя и силы появляются больше, но ты понимаешь, что, слушай, ну, куда тебе эту силу тратить вообще? Лучше на себя любимого. Лучше вообще ее не тратить, лучше просто уметь двигаться вот по линиям поддатливости мира, по потокам этой силы, потому что сколько бы у тебя ни было силы, мир вокруг тебя все равно сильнее тебя. Умение пользоваться чужой силой, но чужой силой ты можешь воспользоваться только посредством собственной слабости. А вот эти истины, они понимаются, вот ох, как не быстро. И третья книга в рейтинге. Третья книга в моем рейтинге – это, конечно, Джуанзе. Джуанзе, она у меня переводится, значит, под заголовок «Книга о знании и власти». Джуанзе – это о том, как работает знание, как нужно познавать. Это книга о том, что знание – это такой тип усилия, который позволяет мир приспосабливать и примерять, формируя обстоятельства вокруг себя, к естественному потоку перемен. В Джуанзе тоже масса, конечно. Ну, Джуанзе – самый чудесный, конечно, это притча знаменитая о том, как Джуанзе однажды спал себе где-то там на своей лавке, на твердой, вот на такой же, как мы сидим. И вдруг ему приснилось, что он бабочка, значит, бабочка, которая летает вокруг цветов, солнечные лучи, поляна, зелень, земляника, и пахнет такая красота. И вдруг он поворачивается и просыпается, и думает, еб-мое, теперь, наверное, бабочке снится, что она Джуанзе. И следующая фраза – это я и называю истинным превращением вещей. Джуанзе со своим, значит, другом стоит на мосту через какую-то реку и видит тоже опять солнечные лучи, пробивает поток, и рыбки резвятся в речке такие. И он говорит, боже, как сейчас рыбам радостно в этом потоке. А ученики, они всегда такие, говорят, э, брат, слушай, ты же не рыба, откуда ты знаешь, что рыбе сейчас радостно и весело? Он на него так посмотрел, в киприс, говорит, э, брат, ты же не я, откуда ты знаешь, что я не знаю, что рыбе радостно? Он говорит, брат, но я не ты именно, поэтому я и знаю, что ты не знаешь, что рыбе радостно. Он говорит, э, брат, когда ты первый раз задавал уже этот вопрос, ты знал, что я знаю, что рыбе радостно? Он говорит, а откуда ты знаешь? Дурень, смотрю и вижу. Три единства. Чай, цигун, хорошая китайская книга. Как это все увязываем в практике? Ну, во-первых, хорошая китайская книга, это же толчок к самосовершенствованию. То есть человек, который не возьмет, если он уже где-то не задумался, вот опять же, правило пилота-истребителя, да, то есть появилась мысль, вы пришли в магазин, братцы, увидели хорошую книгу, купить, не купить? Конечно же, купить. Купить и поставить пока, ну, красивая, и пускай стоит. Наступит день, когда вы ее снимете с полки и откроете. И дальше вы начнете становиться лучше. Правильно? А вот очень интересная механика – чай, цигун и книга. Да, вот. Вот цигун, есть основа и основа. Собственно говоря, человек состоит из трех единиц. Он состоит из тела, души и духа. Есть, собственно говоря, ощущения, есть переживания в дыхании, есть ощущения в теле, есть переживания в дыхании, есть движение духа, собственно говоря, в сознании. Вот эти три единицы. Вот дух – это книга, цигун – это дыхание, а вещество, вот это, собственно говоря, тело – это чай. И они соединяются, ты правильно, собственно. У меня вот день начинается каким образом? Я в 3.30 стою, где-то я ближе к 6 заканчиваю свою практику, значит, утреннюю, ежедневную. Тут же я делаю чай, тут же я сажусь, там же делаю чай, и, следовательно, открываю книгу и читаю. Мне очень нравится с утра за чаем после практики читать книги. Дальше, после того, как я выхожу в мир, ну, там, к 2-3 часам я отправлюсь, это уже все бонус, это уже неинтересно, это называется у людей ехать делать дела. Они становятся комментариями к той истине, которую ты уже знаешь, которую ты уже поймал, которую ты уже уловил. Вот и умение ловить эту истину и видеть, как… Самому ловить. Самому ловить. Именно самому, без гуру, без всяких… Нет никого. Не надо. Я вот, я просто, я не знаю, у меня никаких гуру не было, я и китайский язык учил сам, и, в общем, и чай, вот, как бы, до всего своим умом. Как говорил Жванецкий, у нас у мамы 8 душ детей, я прямо с горшка на работу. Это такая история. Очень хорошо, когда есть хорошие учителя. Это правда. Это большое счастье, если тебе повезло, и у тебя есть хорошие учителя. Но в любом случае тебе все равно придется доходить до всего самому. Ну, в конце концов, если ты берешь книгу Лао-Дзы, то у тебя учитель Лао-Дзы. У меня была фантастическая история, братцы. Я как-то снимаю фильм «Планета Шанти» в Крыму. И уже практически снял фильм. Иду практиковать с утра цигун, иду к морю. Но с левой стороны там куча каких-то улеселительных заведений. Люди еще с ночи не отошли, они все пьют. И какая-то вот я понял, что мне туда идти не надо. Поворачиваю направо. По мост вижу пенсионеры. Пенсионеры плавают какие-то, бодренькие такие, делают там всякие гимнастики. И обращаю внимание на мужчину, очень пожилого, который невероятно просто гнется, он делает йогу. Причем делает круто. Я прям реально очень, честно вам скажу, как-то бедно так одет. Вот даже шорты эти старые рваные такие. И делал не на коврике, а на пенке такой протертой. Я прям как завороженный отстоял, отсмотрел это все, значит. И набираюсь наглости, подхожу к нему. Подхожу к нему, знакомлюсь, общаюсь. Спрашиваю, сколько ему лет, сколько он практикует. Он говорит, я практикую 11 лет. Начал заниматься в 60. После болезни перенес там то ли инфаркт, то ли инсульт. 60 лет до этого ничем не занимался. Я говорю, а у кого вы занимаетесь? У вас есть мастер? Говорит, есть мастер. Говорит, Андрей Сидерский. Говорит, о, ну Сидерский величит. Я говорю, вам очень повезло с Андреем. Вот прям мы, я прям обрадовался. Говорю, я его знаю, он мой близкий, знакомый. Я прям возгордился. Говорю, вы такой прекрасный ученик. Передавайте Андрею привет. Говорит, так я не могу. Я говорю, в смысле, вы как, не видитесь? Он говорит, так нет, я по книге его занимаюсь. Я его не видел никогда. Я зависаю. Я говорю, как по книге? Ну так по книге. А там же сложный момент. Так там же все написано. И вот вам ответ. Человек, я вам клянусь, я сейчас, я практикую достаточно давно, я половину вещей, которые он делает со своим телом, я не сделаю сейчас. Я потом Андрею рассказывал эту историю. Я говорю, ты понимаешь, что ты реально его учитель? И он реально, это правда. Он взял книгу, просто мы иногда смотрим в книгу и видим, сами знаете, что. А он говорит, ну там же все написано, Сереж. Конечно же, надо, и это самое трудное чтиво. Это очень тяжело, это очень сложно, это книга перемен. Потому что... Это тренирует мозг. Это тренирует мозг, абсолютно верно. Я когда начал, когда-то, я себе сказал, когда мне было 25 лет, я хочу... Я много языков учил, в общем, как-то они все одинаково, но мне очень легко давались языки. Но я учил языки именно с целью преодоления чего-то в себе, с тем, чтобы чему-то в себе научиться. И в свое время я сказал, я хочу выучить древний китайский язык. Почему? Потому что его выучить, я считал, невозможно. Я себе тогда положил на это 15 лет. Я его до сих пор учу, и мне это нравится. И сейчас у меня осталось две цели, значит, по жизни, по моему развитию, их мне хватит на вот мои последующие там 50, 100 лет, сколько я там протяну еще здесь, да? Значит, это в первую очередь научиться выражать свои мысли, писать на древнем китайском языке. Это раз, писать свои тексты, свои тексты. И второе, научиться делать правильные прогнозы по книге перемен. Вот две вещи, которые мне интересно научиться, у меня есть на это время моей жизни. У меня вопрос. Да. Книга, сейчас вот модно все, вот, электронные книги, вся эта история. Лично для меня книга – это книга. И я, вот когда появилась возможность, у нас уже в 90-е начали появляться хорошие книги, в хороших изданиях, как бы у меня в домашней библиотеке я покупал вот максимально качественные из того, что я мог купить, позволить себе на тот момент, какие деньги мне позволяли купить. Для меня книга – это прежде всего вот что-то такое, что тебе вот хочется, я очень люблю твои издания, потому что вот они изданы круто, дорого, я говорю, ну, не дороже знаний. Да. Не дороже знаний. Можно ли читать? Вот твое отношение к электронным книгам, мне кажется, ну, вот китайские книги в электронной версии читать – это, ну… вот я читаю вот этого самого Пусунглина, я много лазаю в словарь. И в словарь я лазаю в телефоне. Это словарь? Да, 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 да. Но потому что это, конечно, ускоряет процесс, это облегчает процесс. Я когда делал первый перевод с древнекитайского языка, это был текст по медицине, это был 85-й год, это текст Джанзюда Ачхэн, большая антология текстов по иглоукалыванию и прижиганию, значит, тысяча страниц каких-то там, 40 авторских слов, большая книжка, да, у меня был один небольшой словарик, больше просто не было. И поэтому приходилось невероятно сильно напрягать вот эту всю свою конструкцию для думания, да, для того, чтобы, типа, там что-то понять. И приходилось настраиваться на этот текст. Сейчас, конечно, совсем другая история. Сейчас вообще можно все выучить, сидя с телефоном. Это действительно так. Ну, если не зависать в соцсетях, конечно же. Я не про учить. Это в этом плане очень важно. А вот сама книга, вот наши зрители смотрят, вот они решили, сейчас зашел телефон, буду я с телефона читать книгу перемен. Нет, 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 конечно, книги должны быть книги. Это как чай, это как настроиться, это как чай с пластиковыми стаканчиками. Да, 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 это учебники. И учебники какие-то могут быть в каком-то там, в компьютере, в телефоне и так далее, учебные курсы. А читать, получать удовольствие, конечно, нужно общаться с текстом. Я вот этого Пусунлина, мне больше всего нравится книжка, она в бумажном переплете. Но это была первая книжка, которую я купил в 1985 году в магазине «Дружба» на Тверской, когда только появились первые китайские книги. И я ее покупал с трепетом сердца тогда еще, потому что не было до этого. У нее история есть. У нее есть история, конечно. У каждой книги есть своя история. У нее есть история. У меня есть такие книги, у меня есть такие книги, которые покупал в 90-е. Они изданы, помните, вот это в 90-е годы? Там чуть ли не на коленке, чуть ли не на туалетной бумаге. Какие самые издаты имеешь в виду? Ну, какие-то. Тогда начали уже издавать. Они же только начали издавать. Но вот у меня с этой книгой связан кусок моей жизни, 30-летний. И она для меня особенная. Я их даже в отдельные складываю в такие файлы, чтобы они не затирались, не дай бог. Да-да-да. Но вот я еще раз хочу сказать, что книги, они же такая история, они действительно тебе каждый раз открывают новые слои. Собственно говоря. И я вот тоже не люблю... Ну, в силу того, что я читаю это в основном сейчас только на древнекитайском тексте. Мне все остальное малоинтересно. И вот ты его снова открываешь и снова читаешь. И понимаешь, что же ты в прошлый раз-то не видел ничего этого, то, что ты сейчас увидел. Потому что книга – это есть лишь отражение твоего уровня. И чем более глубокую книгу ты берешь, тем более глубокий уровень она тебе может открыть в тебе. Мы можем сказать, что те китайские книги, которые мы сегодня обсудили, вот три книги, мы нашим зрителям порекомендовали, это тренажеры для мозга. В первую очередь, конечно. Если вот говорить приземленным таким вот языком, понятным для меня, для Андрея, что это тренажеры для мозга. Это точно так же, как ты идешь накачиваться или растягиваться. Вот, собственно, ты растягиваешь свой мозг. Потому что иначе ты не понимаешь. И показателем того, что ты правильно мыслишь, правильно действуешь, является то понимание нескольких слов, которые вот как через отступление наступать. Да, вот так. И ты вдруг понимаешь, ого, как это делается. И тогда все нормально получается у тебя. Как это связать с нашей жизнью? Ну, мы все работаем, мы все носим все. У нас, как ты говоришь, делаем дела. У нас же самая, вообще, собственно говоря, большая метафора. И следующая книга, которую еще стоит почитать, это моя книга «Искусство. Игры с миром». Потому что игра – это метафора. Метафора – это игра. Война является основной метафорой. Потому что, когда мы делаем дела, мы все равно все друг с другом толкаемся за какие-то пространства, в которых образуются какие-то ценности. И, конечно же, настоящий воин, он никогда не ищет силовых способов разрешения конфликта. Собственно говоря, опять же, как говорит тот же самый Лао Цзи и Суньзи, что война – дело дорогое. Волна, война приносит ущерб. И если ты, собственно говоря, даже ты вышел победителем в войне, то все равно ты проиграл уже, потому что ты уже вступил в эту войну. А в книге «Перемен» знак Сунь, тяжба конфликта, собственно говоря, тяжба, там основной его цимис, основное его значение – никогда не затягивай тяжбу. Тяжба выигрывает тот, кто вышел из нее вовремя. Первым. Первым, да. Тот, кто вышел из нее первым, кто нашел в себе силы выйти. В тяжбе победителей нет. Вот эта тема, да. Вот эти вещи, их очень много таких вещей. Вот, например, опять же, книга «Перемен», там есть такой знак 24-й, восстановление, возврат. И там есть такая фраза, которая является основой вообще абсолютно для всех практик. Цигун, чая и так далее. Она гласит, «Пуя, айфу, не издалека возвращайся». Имеется в виду, ты все время хочешь куда-то подальше в себя. А практика, она заключается в том, что ты все время возвращаешься к самому себе, исконному, изначальному, простому, детскому, посконному. И вот когда ты научаешься, наконец, сделать вот это усилие, почему практика-то, ведь она и заключается в том, что в конце концов ты приходишь. Моя основная практика в том, что я сижу, все, сижу и дышу. Даже я лет 15 отсоял в Жанжуане, по-честному, значит, каждое утро. Дошел я до того, что я стоял на одной ноге по часу, значит, такие у меня были практики, да? Было дело. Крепко попью чаю. Ну, нет, нет. Сутридца, да, на кальчике. Сначала зубами. Сначала, да, стоишь вот это вот. Но сейчас я только сижу. Ну, до этого надо было дойти. Конечно, конечно. Потому что если сразу наши зрители сразу сядут... Ну, то уже не встанут. То уже не встанут, да, братцы. Сразу это все надо заработать. Брянислав Бряниславович, так как я считаю вас своим учителем и воспринимаю все через аудио ваших, то есть мне судьба дала, что я много лет хожу к вам в гости с утра и слушаю, как вы переводите. И все это у меня записывается на подкорку. И мне хотелось бы услышать какие-то ваши любимые извлечения из китайской литературы. Вот из книги «Перемен». Прям одно извлечение, которое я невероятно люблю и которое мне самому помогает в этой жизни. Любая сущность, достигнув предела своего развития, превращается в свою противоположность. Вот это очень важная такая штука. Поэтому, когда ты доводишь что-то до предела, будь уверен, что скоро это всхлопнется. Если ты доходишь до какого-то суперпика, то ты пойдешь вниз. Вот эта вот штука, которую я всегда помню. Поэтому, если ты хочешь, чтобы что-то длилось долго, не веди до предела. Никогда не тащи, не напрягай до конца. А в «Дао дэдзине» любимая моя фраза, это настоящая сила, энергия, она тонкая, как ниточка. Как только натянешь, порвется. Поэтому вот держи вот это натяжение тихонечко все время. И вторая фраза, которую я очень люблю. «Маленький человек» из книги «Перемен». «Маленькое зло не считает за зло и никогда не воздерживается от маленького зла». А маленькое добро он не считает за добро. Ему же большое добро. И никогда не делает маленькое добро. Таким образом теряется добро в этом мире и копится море зла из маленьких злов. Вот это вот книга «Перемен». Я вот эти вот фразы невероятно люблю. И постоянно их сам вспоминаю. И постоянно, собственно говоря, есть еще много таких, собственно, в Джоанзе очень много таких фраз, что вот, собственно, как ограниченность кругозора, это лягушка, которая смотрит из колодца на небо. Понимаешь? Вот что ты можешь понять об этом мире, если ты как лягушка смотришь из колодца на небо? Что ты можешь о нем знать, да, маленькая? Но мы все такие лягушки в колодце. Но именно через общение. А еще из книги «Перемен» моя любимая фраза. Это значит «Будь в безмятежной неподвижности, жди, когда придет ощущение, и вслед за ощущением начинает движение». Всегда будь способен дождаться ощущения и с помощью этого ощущения начать это движение. Вот это вот мои любимые такие фразы, которые я вспоминаю сразу, как только у меня идет разговор. Вот с годами, то есть, если вы помните, я приходил к вам и слушал Бронислава Брониславовича, и это был какой-то трабарский язык, который у меня не было никаких вообще там даже зацепок. И с годами я сидел, просто присутствовал. Я же практикую метод подмышки учителя. То есть у учителя было два ученика. Один все практиковал и делал, а другой нюхал его подмышку сидел. И когда учитель умирал, он передал все знания ученику, который нюхал подмышку. Вот я как раз... Это в какой-то секретной книге. Нет, я не все. Не выдаешь все. И, конечно, у меня это записано. И постепенно, постепенно, с годами я начал, как мне кажется, немного понимать. И оно ложится на эти полочки, эти изречения, как книги ложатся у тебя на полку, так они ложатся в моей голове. И это огромный плюс вообще. Я очень рад. А еще мне нравится, что в сложные моменты, приходя к Брониславу Брониславовичу, у каждого у нас бывают какие-то там, ну, конечно, все, жизнь закончена, все навсегда, и все так плохо, и все, и денежки кончились, и все вообще, все отвернулись. Я прихожу к Брониславу Брониславовичу, ну что, что, скажите, что делать? Сколько лет я уже хожу к нему, и всегда он говорит одно и то же. Андрюша, не дергайся и не суетись, и все будет нормально. Не суетись. Это правда, да-да-да. Ну, потому что сам себе все время это повторяю, собственно, потому что все время хочется немножко дернуться и суетнуться. Поэтому так вожу, натягиваешь, но только тихонечко, как ниточку. Фансун. Фансун. Расслабься. У меня вопрос. Вот я сейчас, в принципе, подумал о том, что я хоть вот так достаточно негативно отнесся и реально негативно отношусь к чтению электронных книг, вот как носителю знаний, не считая учебники, какие-то учебную литературу, и тут же поймался на мысли, что мне очень нравится сейчас слушать аудиокниги. Вот. И вот отношение к аудиокнигам, потому что цифровой носитель. Я сам много слушаю аудиокниг, потому что много провожу времени за рулем, езжу. Та же история. Я в путешествиях невозможно читать, в самолете. Вот поэтому слушаю много аудиокниг. В самолете я с аудиокнигой засыпаю все время, на подкорку сразу идет. А в машине, вот когда за рулем едешь, так заснуть не получается, поэтому вот приходится слушать. Я сейчас какие-то вещи начинаю рассказывать про какие-то предметы, про отношения. Вот у нас вот этот камешек лежит, который мы здесь потираем все время. А про него можно рассказать только сосредоточившись. Вот даже не специально под камеру, которая выставляется. Вот отдельно, когда ты со своим носителем раз и рассказал про то, что ты здесь видишь, как это. Мне кажется, во всем есть свои какие-то положительные стороны и отрицательные. То есть в любом случае уходить сильно вот в это клипированное сознание ни в коем случае не хочется быть. хочется, потому что вот я очень мало, например, слушаю музыки через аудионосители по причине того, что я предпочитаю сам играть, живую музыку, играть на флете, играть на гитаре, играть на китайских каких-то там древних инструментах, да, как-то вот звенеть, слушать, прислушиваться. Потому что это опять одна же из частей таких очень важных, когда ты через звук, через живой, ты питаешь свой слух. Слух соответствует почкам. Почки соответствуют... То есть питание. Да, идет питание непосредственно. Потому что абсолютно вообще все энергетические потоки, они же приходят через наши органы восприятия. Это, следовательно, зрение, осязание, дыхание, вкус, слух и обоняние. И если ты внимательно принюхиваешься, ты питаешь свои легкие. Если ты внимательно прислушиваешься, ты питаешь свои почки. Если ты внимательно ешь, вкусаешь пищу, то ты питаешь свою селезенку. Если ты внимательно вглядываешься, ты питаешь свою печень. Вглядываешься в правильные вещи, да, когда ты вглядываешься в то, как горит огонь, в то, как льется вода, и одновременно слушаешь, совмещаешь эти вещи. Вот, собственно говоря, так эта история устроена. И это вещи, которые стоит учиться делать с годами Поэтому, собственно, конечно же, если ты Опять о чем я говорил, что точно так же, как и чай Его нужно воспринимать Он зависит, его воздействие от того, в каком состоянии ты его употребляешь Вот точно так же зависит от того, в каком состоянии, с каким настроем ты слушаешь и слышишь эти вещи Продолжение следует...